Я приветствую, дорогие мои друзья, я всех приветствую на канале «Семейный траблшутинг» с Марьяной Шевченко в этот пятничный прекрасный день. Рада всем, кто сейчас присоединился, и, конечно, приветствую всех, кто будет смотреть нашу встречу в записи. Я Марьяна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации, автор и ведущая канала, на котором мы почти каждый день, достаточно часто встречаемся с экспертами для того, чтобы отвечать на самые актуальные, самые важные родительские вопросы и запросы. Мы продолжаем целую серию встреч, посвященную особенностям развития детей билинглов, детей, для кого русский язык не всегда родной, поэтому он называется русский как иностранный. И для всех тех, кто любит, хочет помочь детям сохранить в своей семье русский язык, кто интересуется системой мотивации, как сделать так, чтобы дети хотели, любили и могли заниматься языком, литературой, любили изучать историю России, ее литературу. Обо всем об этом, о разных аспектах сохранения интереса к языку мы говорим как раз в серии встреч, которую мы называем, назвали, объединили такой общей идеей «Русский мир. Территория успеха». Сегодня у меня удивительная гостья, она уже была на этом канале, сегодня удивительный день, потому что Екатерина сегодня, а я уже сказала, что Екатерина день рождения, сейчас я ее с большим удовольствием и поздравлю, и представлю, и мы будем говорить о профориентации для ребенка билингва. Я, честно говоря, никогда в эту тему, я имею в виду профориентационную, не смотрела именно с точки зрения особенностей детей, говорящих на нескольких языках, и мне кажется, это очень интересно посмотреть на компетенции, чем отличаются подходы к профориентированию ребенка билингва. И вообще у нас целый сегодня такой большой каскад вопросов, мы поговорим о дуальном образовании, инструменты, про инструменты успешной профориентации в средней и в старшей школе, какие есть особенности. И обязательно поговорим о том, о роли школы и как школе помочь ребенку в вопросах профориентации. Поэтому сегодняшний эфир не только для родителей, но и для всех педагогов, для всех участников образовательного процесса. Все, не задерживаю больше с представлением и приглашением Екатерины Кудрявцевой, эксперта сегодняшнего эфира. Екатерина – кандидат педагогических наук, научный руководитель международных сетевой лаборатории инновационной технологии в сфере поликультурного образования, автор более 200 научных статей, 50 пособий, автор игр по работе с билингвами. Екатерина, я вас приветствую и поздравляю с днем рождения уже теперь в прямом эфире и в присутствии нашей аудитории, всех, кто смотрит сейчас и будет смотреть дальше. Потому что я вас не просто поздравляю, я еще и хочу воспользоваться случаем и поблагодарить за тот труд, за тот интерес к не только профессии, а к процессу, к детям, которые изучают, которые стараются, к родителям инструментами своими, с которыми вы так щедро делитесь. И, конечно, от лица педагогов, которые трудятся на этой не очень такой легкой, я бы сказала, педагогической почве, но достаточно успешно, в первую очередь и благодаря вам и вашим проектам. С днем рождения, Екатерина! Спасибо! Очень приятно, хотя обычно говорят, после 40 вспоминать о возрасте не рекомендуется. Есть для этого древние корни историко-культурные и у славян, и у других наций, связанные с циклами жизни. Так что спасибо за поздравления, надеюсь, что наши циклы жизни у всех нас, несмотря на то, что происходит в мире вокруг, будут позитивными. И в первую очередь нам помогают в этом наши дети, потому что работа с детьми, она сохраняет молодость длиной в жизни, а не только образование длиной в жизни. Совершенно верно. У нас сегодня удивительная, удивительная тема, профориентация для детей билингов. Что такого особенного? Почему мы вот так взяли и повернули? Чем они отличаются? Чем отличаются дети билинговые? Эта тема вообще бесконечная. Самое главное, что с точки зрения профориентации, наверное, было бы в помощь и родителям, и педагогам, и подросткам билинговым, которые задумываются сейчас о выборе профессии, это понимание, что у них есть прекрасная возможность, прекрасный ресурс получать образование на двух и более языках. И вот здесь можно говорить о системе образования, сейчас это стало модным, когда я только начинала этим заниматься, это мало кто знал, созданной в Кембридже, системе КЛИУ. Когда в школе уже идет погружение осознанное, системное в работу на двух языках, в рамках соответствующих культур, с учетом особенностей этих культур, в сфере образования, науки, традиций, да, и бытовых в том числе. И в образовании после школы, как раз то, для чего нужна профориентация, в образовании после школы это продолжается, например, в Германии, в других странах мира, в системе дуального образования. Но не только на двух языках, а когда практика и теория идут абсолютно параллельно, то есть не теоретическое изучение чего-то, а потом когда-нибудь мы это попробуем на практике, а сразу запараллелить практику и теорию, и эту практику получать на другом языке, чем вы получаете теорию. Такие варианты предлагаются сейчас международными компаниями, которые заключают, например, в Германии договоры с дуальными университетами. Например, я одно время работала в том числе руководителем отдела в дуальном университете Баден-Вюртенберга в Кальцруе, и у меня из примерно 70 учеников, я была доцентом, ну как бы не ученики, конечно, это уже студенты, было точно 50% билингвы. И им помогло, вот этот вот их билингвизм, он помог в том числе, обучаясь на немецком и отчасти английском языке, осваивая другие языки, применять свои компетенции в иноязыковых компаниях. Например, они обучались на немецком компании IBM, она работает язык компании английский. И вот это переключение между языками, переключение между культурами коммуникации, которые у билингвов есть, оно просто великолепно давало им возможность интеграции такой бесшовной, спокойной вот в этот новый контекст. Поэтому если сейчас вы задумываетесь, родители уважаемые, как помочь своему ребенку билингву в профориентации, если ему сейчас 12 лет, 14, не ждите, когда вот наступит тот самый последний момент, вместе с ним смотрите, какие профессии сегодня наиболее популярны и сохранят эту популярность долгосрочно, в первую очередь это профессии в сфере программирования, а значит английский язык в любом случае. И как можно на них пойти учиться, например, на языке страны, немецком, французском и так далее, одновременно как бы уже трудоустроившись где-то помощником, ассистентом, билингвы на это великолепно способны, они справляются и с когнитивной нагрузкой множественной намного лучше, чем монолинговая. Вот это первая, наверное, особенность. Отлично, да, спасибо. И мы уже так как бы просмотрели в будущее, уже даже вот слово, да, трудоустройство возникло в разговоре, а теперь давайте как будто мы отмотаем с самого-самого-самого начала и вообще в принципе вот что такое, когда вы говорите о том, что профориентация, что сие вообще значит, это что такое, что это за процесс, из чего он состоит? Спасибо за вопрос. Ну, трудоустройство, это то, чем все заканчивается на самом деле, а начинается все, сейчас не падайте в обморок, в детском саду, то есть начинается... Неожиданно. Да, начинается все, потому что часто мы забываем понимание специфики ребенка в самом еще младшем дошкольном возрасте и отслеживание формирования этой специфики, помощи в формировании ему его личностных особенностей, потому что понятно, что когда уже мы говорим о человеке в 14-16 лет и уже непосредственном процессе профориентационном, все уже практически сформировалось, и там это только остается куда-то приложить или понять, что это приложить крайне сложно, потому что нету пока таких специальностей, то есть они пока не придуманы, нужно подстраиваться под что-то существующее. А вот в дошкольном возрасте мы как раз только эти все азы закладываем. И я хотела привести пример, поскольку я работаю много с Германией, живя в Германии и с Эстонией, сотрудничаем активно, то я хотела привести пример вот здесь, как происходит профориентация, сейчас у меня почему-то не листается презентация, как происходит профориентация, начиная с самого, то есть профориентация длиною в жизнь, вот это поиск себя, то есть что такое профориентация? Это ориентация в себе, чтобы к себе подобрать ключик, который потом поможет открыть дверь в профессию. То есть это не ориентация в профессиях, это вот очень важный смысловой акцент, Петерина, что это ориентация в себе. Да, это ориентация в себе, это ориентация в себе, и как я вписываюсь в профессии. Конечно, для этого нужно в первую очередь знать себя, и во вторую очередь знать огромный перечень профессий, а не только профессию папы или мамы, как это происходит сегодня. И вот мы здесь видим, это рисунок студента, такой забавный, немецкоязычного, что это такое, что сначала маленький человечек смотрит в будущее, и смотрит на себя из этого будущего, и потом начинает планировать, принимать решения, практиковаться, пробовать, да, и только потом, в самом конце стоит вот это вот рабочее место и выбор этого рабочего места. Очень интересно, здорово. А Екатерина, а можно я вас попрошу разошарить? Да, 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 сейчас, конечно. Здорово. У меня почему-то это вот зависло, поэтому я начала листать так. Ага. И вот эта система, она не нова, вообще такое размышление человека увидеть, помочь человеку отрефлексировать себя, помочь увидеть себя, и потом на основании увиденного внутри себя вернуться снова в мир и попытаться себя в этом мире реализовать максимально, эту систему в 1919 году предложила первая школа вальдорфского образования, так называемая Штайнеровская, вальдорфо-штайнеровская педагогика. И вот эта система, когда ребенок, я, звезда, вот это в центре, я, звезда, то есть вот когда самое главное помочь, чтобы родители помогли ребенку-билингу понять, что он звезда, он центр притяжения, он центр этой вселенной. Классно, мне нравится эта идея. И вот это я-звезда, и дальше уже познание мира вокруг себя и поиск себя, своих лучиков вот в этом мире вокруг. И постепенно и я расширяется, растет, и мир растет, но они растут синхронно, это не вызывает у ребенка шока. И когда ребенок, вырастая, врастает в этот мир, познавая себя, познает мир, ему проще найти свои точки соприкосновения, найти то, что он готов и хочет делать, развивать, пробовать, начать это сразу пробовать, и тогда вот этот процесс профориентации будет не просто процессом знакомства потом во взрослом возрасте, ну, 14-16 лет подросток, с какими-то готовыми профессиями, рецептами, данными взрослым, а это поиск себя и сказать, о, вот это мне удавалось с раннего детства, вот это я мог в начальной школе, вот это я мог в средней, вот это у меня не получалось никогда, значит, наверное, в эту сторону я смотреть не буду, то есть он сам будет примериваться, он сам будет решать. И тогда это будет гармонично, тогда это не будет стрессово, тогда это не будет проблематично, и, наверное, по крайней мере, вот из опыта выпускников таких школ, они заканчивают потом послешкольное образование тоже, не бросают его и переходят в профессию, то есть это происходит так бесшовно, вот именно мягкий переход, школа, обучение на профессию, профессия, а не так, как иногда, когда спохватываются родители в 14-16, 17-18 лет, ой, пора в ВУЗ, быстро выбираем, потом ребенок доучился два года, и у меня было много случаев, когда я наблюдала, что студенты проучились два года на какую-то специальность, потом опаньки, эта специальность не про нас, перевелись на другое отделение, перевелись в другой ВУЗ, и вот началось это шалтай-болтай. Да, к сожалению, такое часто бывает, когда либо родители как-то ориентируют, слишком ориентируют, или там это вопрос какой-то семейных традиций, или это ощущение такое родителя, что он-то точно видит и знает наклонности ребенка, то есть он его и так исследовал, знает, и, соответственно, подбирает ему ряд ВУЗов, а в них внутри еще ряд специальностей, и да, и когда ты идешь и не слышишь себя, и не научился к моменту выбора даже вот такого высшего образования, не говоря уже потом дальше о месте работы, не научился слышать и слушать себя, то вот такие проблемы и такие сложности действительно случаются. И вот мне очень нравится эта схема, это тоже как бы из одной из Вальдовских школ, это был проект 13-го класса выпускного, как проходила их профориентация, как интеграция, поиск, экологичная реализация себя в окружении, как они сказали, и они сказали, что для того, чтобы это произошло, им нужно было учиться на основе феноменов из окружающей реальности, и начиная с первого класса, они не просто учились, они пробовали одно, второе, третье, и фиксировали в своих портфолио, то есть это не портфолио, где дипломы, тоже подсказка родителям и педагогам, накапливаете не дипломы, сертификаты в портфолио, а успешные работы своих детей, то есть сами работы, и их рефлексию по поводу этих работ, потому что это поможет потом, отлистав назад, сертификаты не помогут, они получаются, как правило, достаточно часто для галочки, для чего-то, для какой-то отчетности, а вот такие портфолио с работами, отлистывая назад, вы увидите, где с самого начала экспертные зоны вашего ребенка, где он мог что-то применить сразу на практике, где ему эта практика удалась, какой опыт он из этого, ну, с его собственных слов вынес, и тогда эту практику он захочет повторить, расширить, и именно в этом направлении уже нужно будет смотреть на его специализацию, то есть считается, что первые, вот тут вы видите, первые восемь лет до этой вот зеленой полосы нарисованной, первые восемь лет – это ориентация, пробы всего, ошибок нет, просто пробуем, а уже начиная с девятого класса, это практикумы в тех специализациях, в тех направлениях, которые показались за первые восемь лет наиболее интересными и перспективными, да, кто-то пойдет потом на программистов, кто-то на специалистов по ландшафтному дизайну, да, кто-то про растения, кто-то про людей, кто-то про животных, да, кто-то про детей, кто-то про взрослых, и они это поняли, работая с разными группами, работая на практике, работая в проектах за первые восемь лет, то есть давать больше свободы детям, свободы проектирования, свободы проб без слова ошибка. Вот это рекомендация этой школы. Замечательно. Ребенок себя исследует и изучает, и ориентир один – отзывается, не отзывается, преуспеваешь, ты хочешь тогда в этом развиваться дальше, или тебе это неинтересно. То есть вот такие критерии, они хорошо и плохо, тем более с оценками. Да, потому что оценить мы сможем только на выходе, оценить мы сможем только продукт, а процесс – это в основном вот на такой саморефлексии, готов я идти дальше по этому пути, не готов, попробую, не попробую, пошло, не пошло, понравилось, не понравилось, достиг я чего-то или нет, да, то есть это вот скорее такая самооценка, саморефлексия, соизмерение себя, что бы я хотел, что получилось, и готов ли я это развивать. Ну вот я сейчас пролистываю, это потом презентацию, если кто-то захочет, то, конечно, ее можно и выложить в открытый доступ, да, это показано, как вот эта вот система саморазвития, соизмерение себя с окружающим миром, она идет в разных детского сада, начальной школы, а потом разные типы школ, то есть фактически, что еще хорошо в Германии и чего пока нет во многих странах мира, это могут родители только отбалансировать при помощи различных курсов, дополнительных занятий, репетиторов и так далее. В Германии есть после четвертого класса уже распределение по разным типам учебных заведений, то есть у нас, начиная с пятого класса, то есть среднее и старшее звено школы у нас уже разные, то есть в первом-четвертом классе за ребенком наблюдают, какие у него тенденции развития и после этого, если ребенок скорее про исследование, про глубину, про науку, да, его отправляют в гимназию, если ребенок скорее про такие серьезные прикладные вещи, его отправляют в реальную школу, если ребенок прикладной, но такой труднозапоминающий, трудноанализирующий, отправляют в основную школу и если еще не определился, то есть так называемая общая школа, где можно определяться до восьмого класса. Вот, и то же самое после гимназии можно идти в университет, после реальной школы можно идти в дуальный университет, после основной школы можно идти, ну типа что-то нашего ПТУ или СУЗа, да, то есть вот здесь вот опять же это распределение, оно продолжается, поэтому я говорю о профориентации длиною в жизнь, то есть действительно непрерывно, вот это еще раз, если посмотреть, это и в ГДР было в свое время, и сейчас сохранилось в ФРГ, то есть действительно начиная с детского сада, вот эта вот система, она идет непрерывно и есть возможности перехода, если человек созрел, например, он закончил реальную школу и потом созрел, что он хочет в серьезный университет, он может доучиться, получить аттестат зрелости, как после гимназии и пойти в университет, то есть переходы тоже возможны, но все ориентировано на человека, то есть и начинается вот эта вот ориентация с детства. Екатерина, хочу уточнить вот эту мысль по поводу того, что вот ребенок учился, учился, и вдруг там, ну да, вот он понял, что он готов к высшему образованию, вот это очень интересно по сравнению, например, с нашей, да, вот с российской системой, у нас как-то наоборот настолько все заточено, что ты идешь в ВУЗ абсолютно даже, ну, то есть если ты, конечно, совсем не там, не очевидно, там где-то в районе тройки ты учишься, и, соответственно, понятно, что это будет там какое-то среднее профессиональное образование, обучение, а так, по большому счету, жизни без высшего образования, да, ребенок изначально не представляет и... Родителей представляет. Вот, родитель не представляет жизни ребенка без высшего образования, правильно ли я услышала? То есть, например, в Германии все-таки высшее образование, это некая такая вот осознанная ступень, когда тебе не... когда ты понимаешь, что тебе это важно, необходимо по-настоящему, но не обязательно, ты без этого не пропадешь. Да, абсолютно точно. Более того, высшее образование здесь идет где-то 30% выпускников школы. При этом не потому, что они не могут, как я еще раз говорю, даже закончив реальную школу, можно закончить потом еще вечерние два года, три года в зависимости, да, и получить этот стат зрелости, но не все это хотят, потому что это не для всех необходимо. Во-первых, у нас то, что в России воспитатели, да, начальная школа, у нас это не обязательно ВУЗ, это, ну, в России сейчас тоже появилось, это СУЗ, то есть среднее специальное учебное заведение. И вы, закончивая это учебное заведение, вполне можете счастливо работать с воспитателем, потом дорасти до заведующего, а вот когда захотите, вы можете получить какое-то дополнительное образование уже в ВУЗе, стать психологом там и так далее, и так далее. Или дополнительное образование терапевтическое, опять же, не вузовское, то есть у нас огромное количество официально признаваемых системой образований не вузовских, которые, да, это целый спектр, то есть можно быть эрготерапевтом, при этом не закончив ВУЗа. То есть есть специальные, специальные, как бы, курсы, которые к этому готовят там. То есть есть различные специальности, которые не требуют вузовского образования, они более прикладные, они более практикоориентированные, они, то есть вузовское это про теорию, там, где нужно много теории, вот это ВУЗ, да, а где прикладные специализации, их намного больше, чем предлагаемых в ВУЗе, ВУЗ совсем не нужен. Более того, у нас теперь появилась возможность даже приезжающих из-за рубежа интегрировать на основе их практических навыков, да, и компетенций, то есть мягких черт характера там и так далее, особенностей личности, без признания их диплома. То есть если они нужны данному работодателю жизненно необходимое, то даже не имея признанного диплома, они могут уже приступить к работе в Германии. И это тоже такие прикладные практические вещи. То есть на данный момент получается так, что наличие вузовского диплома, оно не облегчает жизнь, а оно затрудняет вот эту трудовую миграцию. Если вузовский диплом, такой про теорию, про теорию, человеку труднее переехать в другую страну, труднее интегрироваться в рынок труда и занятости, чем если у тебя прикладная специальность, не вузовская, а такая вот СУЗа и дополнительных каких-то систем образовательных, которые ты на практике легко подтвердишь и будешь ей заниматься спокойно. Интересно, но мы сейчас еще и поговорим, что с этим можно и можно ли что-то с этим делать. Да, я вот смотрю уже на ваши постулаты, они прям очень интересные. Но это не мои. Ну, я имею в виду постулаты, которые вы демонстрируете. Я перевела с английского языка. Это постулаты образования в связи с профориентацией длиною в жизнь. Ну, конечно, первое, то, что мы сказали, точка отсчета профориентации, мотивации, компетенции ребенка, а не родителя. Если родитель не смог стать, мама не хотела всю жизнь стать балериной, не смогла ей стать, она потащила ребенка в три года в школу танцев, а у ребенка, или, не знаю, медведь на око наступил, или косолапость врожденный, он прекрасный, этот ребенок мог бы заниматься там выездом лошади, выездкой лошади и мечтает о лошадках, пони, да, не о станке и зеркале. Но вот мама реализует себя через ребенка. Это самое большое преступление, на самом деле, даже не побоюсь этого слова, потому что это травмированный ребенок вот этими танцами и своей неуспешностью в этих танцах на всю жизнь, вместо того, чтобы это мог быть счастливый ребенок, который радостно с лошадьми, там, не знаю, занимался с кошками и собаками, дрессировкой собак и кошек и чем-то другим. То есть здесь действительно самое важное – не травмировать ребенка, а дать ему возможность раскрыться, самореализоваться. Преимущества билингов – они очень рефлексивные. Дети – это все психологи подтверждают. В силу специфики развития билингвизма, что необходимо постоянно смотреть, сравнивать, сопоставлять, да, вот это вот и аналитическое мышление и рефлексия у билингов сильно развиты. И они более чем монолингвы, дети, могут сказать «это хочу, это не хочу» более осознанно, и к этому надо прислушиваться. Так, звук, включила звук. Да, вот вы сказали, что эта особенность, вот вы говорите, они более четко, тонко чувствуют. Это потому что вот само устройство, да, вот восприятие, разговор, переключение на нескольких языках и на нескольких… Потому что в культурах самое главное, они же постоянно присматриваются. Вот мы с вами общаемся только по-русски, да? Да. Ну, например, там у вас войдет шведскоязычный там человек, и вы переключаетесь не только вербально, но и невербально, то есть мимика, жесты, позы, скорость общения. То же самое у меня войдет немецкоязычный человек, и я поменяюсь. Почему это как возникает? Потому что с детства, говоря на русском и немецком, как бы я присматривалась, как ведут себя немцы, что вот это их язык, как они себя ведут, как они это говорят. Как любой ребенок это делает, это зеркало с увеличением. Просто Беринков это делает в двух языках, в двух культурах, да? И у него вот это вот поэтому… А так ли я делаю, как они? Особенно, когда в подростковом возрасте. А похож ли я на них? А чем я не похож? Это же постоянно. Это кто я? А где я? А почему я, да? Почему я не такой? Это постоянный запрос, который исходит из самого билингва, изнутри. Другой вопрос, может он это вербализовать, то есть обозначить вербально словами, спросить или нет. Но этот запрос в него присутствует. Он его реализует через свою практику жизнедеятельности. И поэтому он более рефлексивен, то есть он постоянно сравнивает, сопоставляет, наблюдает. И когда у билингов что-то не получается, я работаю, потому что и с монолинговыми, и билинговыми, причем монолинговыми и немцами, и русскоязычными, и билинговыми с разными языковыми комбинациями, то я просто смотрю, когда что-то не получается, как реагируют монолинговые и как реагируют билинговые. Куда они идут, да? То есть билингва обычно так, а почему у меня это не получилось? А это если я сделаю, вот как делают эти, а если я делаю, как это делают другие, а почему я не могу так, а почему я не могу так, то есть он начинает искать варианты. Он начинает через рефлексию искать варианты, и если уже он говорит, что я не могу, то это действительно все, это вот, это уже действительно что-то серьезное, тут надо разбираться. А монолинг, он вариантов особо не ищет, да, вот у него есть один путь, и он по этому пути пошел, затык, все, он не будет смотреть направо-налево, он сразу скажет, я все, у меня не получается, не могу. То есть это очень серьезное конкурентное преимущество у билингвизма. Да, билингвизм это огромное конкурентное преимущество, если родители в этом и помогают, если родители эту вариативность показывают. И вот как раз первый вариант, что ты хочешь? Ты хочешь на танцы, ты хочешь на музыку, ты хочешь к лошадкам, ты хочешь там деревья сажать, ты хочешь в огороде копаться, то есть ты хочешь картины рисовать, что ты хочешь? Давай попробуем этого, давай попробуем это. Не нравится? Пойдем дальше. Вот это вариативность, предложение вариативности, чтобы ребенок сразмерил свои способности и вот то, что ему предлагают, это и есть первый путь вот к этой осознанной вариативности. Есть варианты, я в любой момент могу варианты поменять, я в любой момент могу что-то переиграть, поэтому я не боюсь, я не боюсь ошибиться, я не боюсь куда-то пойти. Это просто еще один вариант. Понятно, интересно. Да-да-да, я просто читаю, тут параллельно пишут, вопросы задают, но это уже потом, я думаю, что мы там про связь уже с самой работой, как пробовать не только в образовательном процессе, но и стоит ли ребенка отправлять там на практику, но это мы уже будем смотреть, это мы уже будем чуть-чуть дальше говорить. Так, сейчас мы вот про базовые такие, да, такие концептуальные моменты образования. Ну вот концептуально по поводу практики, вот здесь четвертый пункт, что только теоретическая наблюдательная вещь, это недостаточно профориентация в действии, то есть все пробовать на практике. Очень часто вот кружки сегодня, только вчера вот мы встречались с одним организатором очень крупного образовательного бизнеса в России, потому что я сейчас в акселераторе участвую, Архипелаг 21-21, и он тоже сказал, что подросткам или там детям, ну подростками называл 10+, вот этим 10+, необходимо, вот они учатся чему-то и дать им это попробовать, потому что может быть они что-то не так поняли, но без практики они этого не осознают, то есть понять вроде бы поняли, на самом деле осознание не наступило. И то есть сразу вот теория и сразу практика, теория, сразу практика, вот эта вот дуалистичность должна пронизывать все образование, начиная с, ну по крайней мере начальной школы точно. Не только теорию учить, а сразу ее применять на практике, не на практике упражнений из учебника, а на практике реальной жизни. Это возможно только если родители помогают, и родители после школы, ведут в кружки, где эта практика реальной жизни даются. Не еще больше теорий в кружках, а практика реальной жизни. Да, это очень интересно, и самое главное, да, пока не убедишь, то есть это момент убеждения, да, вот в себя, в чем-то, то есть у тебя были либо сомнения, либо ты принял какое-то вот решение, что да, мне это нравится, и потом пошел и попробовал, потому что все-таки... Убедился или отказался, да, да. Отказался и отказался, то есть действительно огромный рой родителей, но не хочет ребенок, но не тащите его туда, он просто или до этого не дорос, или это не его, он себя в этом не почувствовал, как я еще раз говорю, у билингов это, они очень чуткие дети, и если, ну вот никак, значит, не надо их туда тащить, но не созрели они еще до этого, созреют, сами придут. Да, да, абсолютно согласны и поддерживаю. Ну вот тут как раз варианты, в том числе, что мы делали как НКО в Германии, и Карус, и школы города Кальцруя, чем пахнут ремесла, заявление в стиле пшик, это у нас были, был Европейский социальный фонд, который нам помог финансово, это проект резать, потому что там были расходы по видеосъемке, снимали фильмы подростки, то есть они говорили, я хочу быть кондитером, подросток там 9-10 лет, да, вот мне нравятся сладости, говорил подросток 9-10 лет, поэтому я хочу быть кондитером, ага, а кондитер, это не случайно, да, это мужская работа в Германии в основном, тяжелая, достаточно физическая тоже, вот, или, я хочу быть там булочником, пекарем, или я хочу быть ортопедом, или я хочу быть врачом, да, и вот мы, или там профессия какая-то, я хочу быть, я хочу рисовать на стекле, то есть вот рисовать, но стекло, то есть там стеклодув, живопись, вот, да, хорошо, пошли, к людям, которые работают в этих профессиях, вы хотите быть кондитером, вперед из песни, вы сутки вместе с кондитером, делаете фильм о нем, снимаете, а потом в конце этих суток вы в этом же фильме говорите, ну и что вы узнали о профессии, вы все еще хотите? да, 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 вот, или, например, вы хотите иметь собственный бизнес булочную, потому что у нас булочных много, и они действительно как бы зарабатывают деньги, это правда, вот, но что это за труд, какой кровью потом эти деньги, да, хотите быть булочником, вперед, подъем в 4 утра, опять же работаете тенью этого булочника, и когда мальчики после этого, которые хотели быть двое булочниками, владельцами бизнес булочных, вечером, в 10 вечера они так пошатываясь, стоят, мы уже, мы уже не хотим, они уже и булочник не хотели, они уже и булочником не хотели, потому что в 4 утра, в 4 утра до 10 утра выпечка, там, продажа, потом жена пришла, там, или помощники пришли, взяли продажу дальше, немножко там успел поспать, отдохнуть, и вот они вот это все снимали, потом на поля смотреть, где он закупает вот эти вот все зерновые и все остальное, в общем, вот это все, и вечером опять все готовить, к ночи выпечки, вот, и цикл начинается сначала, они сказали, что все, мы не хотим, а девочка, которая хотела быть кондитером, она так и стала кондитером, сейчас она уже успешно, это какой год уже был, 2008-й, она сейчас успешно уже работает кондитером, очень довольна, то есть она себя реализовала, двое, которые хотели стать ортопедами, они стали ортопедами, тоже успешно работают, то есть у кого-то через эти фильмы действительно пришло осознание, Стеклодув нашел для себя продолжение, как бы человек, который стал его преемником, учеником, то есть кто-то действительно нашел что-то новое, кто-то подтвердил себя в том, что он выбрал, но вот именно через практику, хотя бы день, ребенком еще попробовать, хочешь быть как папа, вперед, сутки с папой на его рабочем месте, это называется работать тенью. Это очень здорово, потому что вот к вопросу о том, что ты хочешь и как ты себе представляешь реализацию того, чего ты хочешь, мне в этом плане очень понравилось тоже такие примеры, когда ребенок абсолютно был уверен, что он хочет стать артистом и выступать, я точно буду поступать там в театральный, мне это надо, мне это важно, и прямо вот начал готовиться, и достаточно было просто выступить единожды, причем на школьном каком-то мероприятии, чтобы вот словить некое внимание, то есть на самом-то деле ребенку даже не сам процесс выступления, не сам процесс вот заучивания роли, а было важно оказаться в центре внимания, признанным, и он сказал, все, я свое получил, то есть даже вот в такие моменты, а как ты узнаешь, а ведь могла бы сложиться абсолютно странным образом судьба, да, ребенок бы пошел, поступил, стал пробовать себя вот уже в профессии и понял, что это вообще не правильно. Да, все правильно, то есть иногда такие превратные представления о профессиях, и когда вот это выясняется в процессе уже обучения, то есть он уже на первом, втором, третьем курсе, сейчас у нас коллеги проводили, я не буду называть вуз, коллеги проводили опрос в рамках нашего проекта Компас, компетентностное поле личности, коллеги там, зам, декана, декан, директор института, который участвует в проекте, они проводили опрос студентов первого, второго, третьего, четвертого курса бакалавриата, если бы у вас сейчас была возможность пойти на другую специальность, да или нет, ну так вот, к четвертому курсу бакалавриата 32% студентов сказало, что да. Да, вы же 32, это очень просто. Причем проценты росли, то есть на первом курсе там где-то процентов 10, вот так вот, а потом к четвертому курсу более 30% и они так говорят, так, стоп, значит, чего-то было не так на входе, чего-то мы не учли, потому что вот теперь на четвертом курсе у них уже была практика, то есть они уже попробовали и поняли, что они не про то, так почему же мы тогда удивляемся, что после гуманитарных и социальных специальностей более 30%, иногда до 50% в некоторых регионах идут работать не по той специальности, на которую закончили, а по каким-то смешанным. Да, потому что вот они узнали, что это на самом деле. А для государства это на самом деле, это огромный, то есть понятно, жалко человека, а для государства это потери бюджета и человеческого ресурса, потому что пока они сообразили, окей, там кто-то на втором курсе перевелся, кто-то на третьем, а кто-то после четвертого сказал, опаньки, а мне надо вообще учиться на другое сейчас пойти. Да, совершенно. В течение года потеряно. Да, и вот такие моменты, вот примеры, о которых вы сейчас говорите, и вот эти возможности тени, и снятия фильма, то есть ты, по большому счету, за сутки проигрываешь всю свою жизнь на несколько лет вперед, и есть возможность посмотреть ее, оценить, понаблюдать, сказать, я не хочу. Как в игре, правильно вы сказали, проигрываешь, ты отыгрываешь ее и понимаешь, оп, а я пошел не тем путем. И я могу отыграть назад, не бояться-то, не надо, это просто попытка, это не опасно. Вот, и поэтому я считаю, что вот такой опыт, как здесь перечислены варианты реализации, системный, последовательный, это очень интересно. Безусловно, интересно, и главное, очень эффективно, я бы так сказала. Ну вот здесь, как бы говорится, вот эти вот столпы, я уже их не успела переводить, ночью делала презентацию. И вот здесь начинается вот штеркон элмитлёнг, то есть найти сильные стороны личности. В собеседованиях, в наблюдении, это делается не за один день, это делается не пришел человек, протестировал или там учитель рассказал, это делается в течение долгих лет. Наблюдение за ребенком, заполнение портфолио ребенка, где его сильные стороны личности, не только что он хорошо считает по математике, да, но и то, что у него, он очень упорный, у нее очень сильный характер, настойчивый, да, или наоборот, очень мягкий, готов подстроиться. То есть не только вот эти харды, которые, хорошо математика, хорошо русский, да, биология, но и софты, какие характеры это поддерживают. И вот это называется выявление сильных сторон личности. После этого дают информацию и совещаются. После этого сильные стороны начинают развивать и после этого помогают принять решение путем практик вот этих вот дней тени, проектов, посещения экскурсий и так далее, и так далее. И после этого помогают перейти из системы обучения, научения в систему образования. То есть когда меня уже не учат, а когда я сам еще подпитываюсь информационно, чтобы достичь той цели, которую я себе поставил. Это очень интересно, да, и самое главное, видна и логика вообще развития, да, вот, и ты знаешь, ты как бы управляешь этим процессом, потому что ты все время видишь и получаешь адекватную обратную связь и либо подтверждение того, что ты напробовал, тебе нравится, либо ты начинаешь корректировать себя и дальше открываются варианты. Да, и вот как раз еще для одной конкретной школы, это Берта, школа Берта, это все показывает своего региона, то есть где я живу, то есть где я что-то знаю. Там, например, в начальной школе недели проектов тематические, когда детям дают возможность посмотреть вокруг себя, сказать, ага, вот это мне не нравится, я хочу это изменить, как я это буду менять? Мне не нравится, что в школе нет кафе. Сейчас я состыкуюсь, и мы сделаем школьное кафе как свой бизнес, и старшеклассники, причем реально, потом это кафе ведут и деньги получают, и на свои поездки школьные, и на все, на все. Или нам нужна школьная газета такая новостная, которая будет нам сообщать там и так далее в интернете, причем гаджеты не бумажные, настенные, а в гаджетах, чтобы каждый себе на гаджет получал канал школьной газеты, какие-то новости, которые актуальны для школы. Вот они собираются из разных классов, это их школьные проекты. И кто-то понимает, я хочу быть журналистом, или я хочу быть коммуникационщиком, или я умею продавать, да, черта лысого продам, значит, я буду заниматься маркетингом, я умею управлять, я еще что-то умею, я умею программировать, мне это интересно, я умею рисовать. И вот они здесь многогранной этой деятельности внутри проекты себя находят, и постепенно эти проектные недели, они превращаются в так называемый цукунгс-веркштадт, это мастерская будущего. То есть они пробуют себя вот как бы уже в единой системе, и часто при школах такие цукунгс-веркштадт, цукунгс-веркштадт, они при школах открываются и работают уже постоянно. Кроме того, дальше в средней школе это проектные практикумы, причем это может быть на фирме у родителей, это может быть на фирме у знакомых, это может быть еще где-то, такие уже более узкие, именно как практикум, это не я что-то хочу как в проекте, а это мне говорят, и я это выполняю, готов я к такому или не готов, чтобы мне говорили, я выполнял, насколько я готов к этому. Ну, то есть вот много-много, в чем это социальная работа, это работа с животными, это работа с пожилыми, это работа с растениями, то есть это работа, то есть очень-очень-очень разная. Да, отличные. Они такие, это фон Сутер школа, день практики, да, это, например, или родители, как сопровождающие в поиске себя в профессии, или открой свой талант, мастерские, да, то есть различные, когда приходят, то есть вот очень-очень такие разные. И это делается, еще раз говорю, что это делается не вдруг, пришли один день в 10-11 классе и решили, это делается шаг за шагом. Да, и вот видно, вот эта системность, она дает, и говорю, вот некое такое понимание пути, и ты по нему идешь без паники, ой, пора надо что-то решать, мы так и не определились. Вот системность действительно, как вообще подход к образованию, к образовательной траектории. Да, эта системность, еще раз говорю, она как минимум с начальной школы, начиная с проектов, проектные дни, проектные недели, практики, кружки дополнительные, куда дети сами решают, что они идут, они взрослые их ведут, пришкольные, городские, потом практики на различных предприятиях, практика наблюдения, практика взаимодействия, то есть разные типы практики. Обязательно школа поэтому должна быть в партнерстве с другими организациями, бизнесом, предприятиями, там клиниками в зависимости от, и обязательно работа с родителями со стороны школы, потому что родители бывают еще менее осознанны, к сожалению, чем дети. Это да, совершенно верно. Вот, поэтому такой вот пазлик, собственно, это знак постоянной профориентационной работы, включающей обязательно семью, без нее никуда. Да, совершенно верно. Но еще и школа, вот, о роли самой школы в профориентации тоже очень интересно вот как-то сакцентировать, кроме того, что она обеспечивает вот эти варианты, да, а вот возможность пробовать, и вообще там есть какие-то договоры с предприятиями, как они связаны вот с работодателями. Договоры с предприятиями, причем в разных школах это делается как бы по-разному. Есть школы, которые имеют договоры с предприятиями именно вот таких профориентационных действиях бесплатных, а есть школы, которые заключают соглашение о том, что школьники у нас, начиная с 14 лет, имеют право зарабатывать немного, да, с учетом возраста, там, да, они могут с 14 лет вот на эти, как бы школа может на каникулы помочь детям трудоустроиться, куда им интересно, и они там ассистентами эти каникулы отрабатывают, получают денежку и одновременно получают опыт. Супер. Это тоже такой вариант. Многие такие моменты. Школа это все-таки такой, да, сетеобразователь, то есть роль школы, как такой паучок в паутинке, сетеобразователь, который дает вот эту паутинку для своих учеников, предоставляя им такой подготовленный вариант социальных партнерств. Да, здорово. Ну и, конечно же, они коммуницируют, я имею в виду, педагоги и вообще школа коммуницируют с семьей, с родителями. Да, да, да. Ясная связка. Ну вот, например, у нас если детский сад, то там есть, ну, вот разные виды игр. И у нас в детском саду игровые помещения, так называемые, функциональные. То есть есть помещения, где всякие строительные материалы от кубиков, лего, да, деревянных кубиков и неизвестно чего, еще железных всяких конструкторов и всего, да, то есть это помещения конструкторов строительных материалов. Есть помещения мягких игрушек, есть помещения таких функциональных разделителей, пространства, там, где в театр можно поиграть, в магазины, все остальные ролевые игры. Там есть помещения для творческих занятий, лепка, рисование и так далее. Есть спортивное помещение. И вот эти вот все. Есть огород при детском садике. И уже с детского сада педагог наблюдает, а где ребенку больше всего, комфортнее всего, где он чаще всего находится. То есть, опять же, попробовать можно все, но потом ребенок что-то выбирает. Его не тянут за руку. Сейчас мы парочками все пойдем гулять, сейчас мы парочками все вернемся, все сядем, будем все рисовать. А у него есть время, когда он сам выбирает. И вот тогда педагоги наблюдают, что он выбирает чаще всего. И это уже заносится в портфолио ребенка. И дают ему возможность попробовать взаимодействие с детьми разного возраста, с разными взрослыми. И вот это тоже элемент социализации, социализационной программы детского сада. И посмотреть, с кем он взаимодействует лучше, как это взаимодействие развивается, насколько оно успешно. И дальше уже в школе у нас проектные недели, предметного цикла и профподготовки, учебные кружки, центры компетентностного развития, и так далее, и так далее. Это уже в школе. И потом уже в ВУЗе студенческие проекты на самоуправлении, профпрактика, волонтерство по специальности, университеты поколения участия, виртуальные, реальные исследовательские группы, мастерские. Это уже для студентов, чтобы они тоже уже с первой минуты на студенческой скамье уже вживались в практику. То есть вариантов огромное количество. Было бы желание. Это здорово. Прям бесценные такие вещи, действительно, для любого ребенка. А самое главное, богатый материал для наблюдения педагогов, исследования. И возможность у ребенка уже на этом этапе посмотреть. Ты склонен работать в позиции равной-равному. То есть ты предпочитаешь с ровесниками больше проводить время. Или тебе даже интереснее работать с теми, кто тебя старше. Наоборот, ты чувствуешь себя комфортно. Проявляя какие-то свои лидерские, организационные качества, например, по отношению к тем, кто младше. И это тоже все очень так формирует, да, компетентностное поле. И, соответственно, и компетенция, самое главное, да, подтверждение тех или иных каких-то способностей, задатков, которые можно реализовать с определенными целевыми потенциальными группами взаимодействия. Взрослые, младшие. Очень интересно. То есть из детского сада действительно идет наблюдение. Во-первых, вот то, что вы сейчас сказали, это социализационная структура. Я готов с младшими, я готов с ровесниками, я готов с старшими. Ролевая структура. Я исполнитель, я лидер. Там какой тип исполнителя, какой тип лидера. И структура направлений. Человек-человек, человек-растение, человек-животное, человек-техника. Да, да, да. То есть вот это. И вот это с детского сада уже проявляется. Дальше оно будет меняться, не будет меняться. Это уже как бы смотрит по развитию, но это фиксируется. И это поддерживается в ребенке, но одновременно в детском саду все равно как бы развиваются и другие варианты, потому что мало ли что будет в будущем. А вот уже, когда мы говорим о средней школе, та же самая динамика наблюдается, тогда уже понятно, что там, если ребенок с детства был лучше со старшими, в позиции исполнителя, и там человек-человек, то это исполнителя, его не нужно толкать, чтобы он там был менеджером, да, или не нужно направлять на программиста, потому что умрет он с техникой вместе. Поэтому вот это уже берется как основа, и ему помогают эту основу развить, расширить его сильные стороны. То есть понять себя и развить себя. Супер. Мне все нравится. Ну, мне тоже нравится. Но, к сожалению, это не везде так все есть, как хотелось бы. Поэтому, наверное, задача родителей – вот это понять, что самое главное – это ребенок, наблюдать за ним, неоценочно наблюдать за ним, помогать ему понять себя, сформулировать себя и реализовать себя, вот предлагая ему варианты реализации, чтобы попробовать, чтобы не ошибиться в выборе. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот важнейший элемент вот этого процесса, одно дело, да, когда ребенка направляют, встраивают и так далее. Но при всем при этом есть вот момент самоанализа, саморефлексии, правильно? Да. Вот это навык, которому уже можно и нужно научиться, как, каким образом. И я думаю, что это навык, который полезен всем абсолютно детям. Взрослым тоже. И взрослым, безусловно, и монолинговым, и поли, и билинговым. То есть это такой навык все, он для всех. Он для всех, и он сегодня жизненно необходим. Совершенно верно. Есть такая, сейчас я тоже перескочу с этой, а потом как бы на другую, немножечко поскочу между картинками, чтобы мы сегодня успели все объяснить и все показать. Значит, есть, вот это сейчас начну я показывать, вот такая система называется компетентностное поле личности 21 века, компас. Мы ее с коллегами составили, основываясь на исследованиях из более чем 17 стран Евросоюза, плюс Израиль, США, Канада, Сингапур, Южная Корея и Япония. Значит, это система компетенций необходимых личностей сегодня. Причем есть базовые, которые необходимы, начиная с раннего детства, они развиваются, начиная с раннего детства. Есть надстроечные, которые, ну, в большей или меньшей степени могут быть необходимы в зависимости от той специализации и той ситуации, в которой находится человек. Вот эти базовые, самое первое в этих базовых, самое базовое, это Я-компетенция. И вообще все это поле функционирует на системе саморефлексия, на системе вот этой, почему Я-компетенция базовая, потому что она как подошва горы, она как фундамент, на ней все держится. Если я способен саморефлексировать, я способен развиваться, потому что никто развиваться компетентностно заставить не может, никто не может за меня это сделать. Вот знания в меня еще как-то информацию в меня могут каким-то образом впихнуть. Да, хотя из той впихнутой информации только малая часть становится знанием, то есть тем, что освоено человеком, а уж еще меньше умением и навыком. А вот компетенцией вообще может стать только то, что человек научился применять сам в нетипичных условиях, может быть, стрессовых, может быть, какой-то повышенной скоростью и повышенной сложности. И это все происходит только если человек осмыслил свой предыдущий опыт, его отрефлексировал, зафиксировал это в себе, осознал. И только после этого он может это вот так уже развить до компетенции. То есть все, что происходит внутри компетентностного поля личности 21 века, оно происходит через я осознаю, я понимаю. Сейчас я покажу эту пирамиду осознания, тоже сейчас перепрыгнем немножечко в другую область. И вот эта пирамида осознания, я вижу, слышу, я чувствую, я понимаю, я хочу, я знаю, я умею, я могу, я делаю. Вот это я, рефлексирующий, осознающий, оглядывающийся, суммирующий свой опыт прохождения и применяющий этот опыт на новых этапах развития, на новых витках, в новой ситуации нетипичной, это я как раз сегодня является выигрышным, определяющим. Если человек не способен к саморефлексии осознанной, никогда ей не занимался, он будет плыть по течению, но и в конце концов утонет, потому что он не выплыть к берегу не сможет, для этого нужна самая способность осознанного действия отрефлексировать. Все, я устал, это тоже рефлексия. Я не могу плыть дальше, мне надо грести к берегу, а там посмотрим, отдохнем и посмотрим, что будет потом. А если он просто плывет по течению, он утонет и ничего не останется от него. Совершенно верно. Даже рыбок не покормят. Именно так. Поэтому сегодня вся ситуация, которая уже много лет, 20 лет как минимум есть, она про я, я осознанная. В системе баллонского процесса, то, с чего я начала показывать, сейчас я вернусь к этому слайду, до 60% в школе, до 80% в послешкольном образовании длиной в жизнь, и тому понятие образования длиной в жизни, это самообразование, по-другому не получится, там относятся к образовательной самокомпетенции. Это тоже перевод сейчас с английского языка. Образовательная самокомпетенция, весь баллонский процесс, все наши школы, все наши вузы, не надо говорить, что педагог не дал, что педагог не объяснил, все построено на самообразовании. Педагог может спросить, жизнь спросит точно, того, что в школе, вузе и так далее не рассказали. Значит, необходимо постоянно самому продолжать свое развитие, самому самооцениваться, саморефлексировать, самому себя дисциплинировать, все эти тайм-менеджменты как раз про это, самому учиться самостоятельно работать с информацией независимо и самому себя мотивировать. вот это вот норма для человека 21 века. Вот это норма для человека 21 века. Так, пока Марианна у нас отключилась, я так полагаю, что вещание продолжается, очень коротко про вот эту самость, что это не только современное веяние, сегодня оно просто усилено до максимума, а оно еще было в 20 веке, и вот здесь мы видим пирамиду образования, пирамиду обучения, и тоже, что через практику мы осваиваем до 75% информации, а обучая других до 90% информации, это тоже про я, тоже про самость. Мы получили что-то и этому обучаем других, продолжаем, развиваем это в себе и несем вовне. И тогда у нас получается, что человек, способный на саморазвитие, на самообразование, он намного больше получает от жизни. Не только более, как бы, хорошие места работы в будущем, но прямо сейчас и здесь он получает больший объем полезной информации, больший объем практикоориентированной информации, сразу применяет ее на практике своей, объясняет другим, становится не исполнителем, а лидером своей жизни. И вот здесь очень хорошее еще выражение, но здесь по-английски, по-немецки оно звучит немножечко иначе. Помоги мне все сделать самому. Вот этот самомотивированный, самоопределяющийся индивидуум. Наверное, тот самый идеальный человек настоящего и будущего и идеальный ребенок для идеальных родителей, которому родители таковым помогут стать. И тогда сейчас, в оставшееся время, еще у нас полчаса, я немного покажу те системы, по которым мы помогаем детям, родителям самоопределяться. Вот первая система, которую я уже показала, это пирамида самоактуализации личности. Я говорю сейчас еще о ней, как она работает, для того, чтобы, может быть, вы, родители, педагоги, взяли ее на вооружение. Очень важно рассмотреть, дать ребенку возможность рассмотреть окружающий мир. Когда ребенок еще маленький, его не торопить, не диктовать ему свое видение, а чтобы он начал ориентироваться в этом мире, находить в нем себя, нужно, чтобы он его увидел. И поэтому всегда вот эта пирамида, это подсказка вам, какие вопросы, в какой последовательности задавать ребенку. начинать не с того, что ты хочешь, он и не хочет.